всем здорово бойцы и зрители канала валерки продолжаем продолжаем проходить ассасин крит 2 итак у нас на очереди домашние дела смотрите у нас здесь походу сестра и мать надо короче им помочь им помочь я так понимаю что-то сделать так дайте посмотрим посмотрим что у нас вообще тут начала фрагмента начала фрагмента у нас появилось еще какое-то вот здесь курьерское поручение вот письмецо отправить надо еще парите ну что давайте для начала может побочную миссию выполним до отправимся курьерское поручение выполним попробуем выполнить допку чувак стоит банки открыть базу данных паре у нас банки похоже что тамплиеры используют банки для перемещения своих денег думаю ты мог бы неплохо поживиться на этом появлением двойной записи которая позволила банкирам следить за тем сколько средств клиент выносит на свой счет и сколько забирает а также широким широким распространением валют различных итальянских государств банки стали играть важную роль в жизни общества эпохи возрождения формально банки не могли делать деньги из денег так как каталогическая церковь запрещала ростовщи ростовщичество однако на практике банкиры обходили его да и и духовенство закрывало глаза на и действия ватикан сам активно пользовался услугами банков и требовал чтобы банкиры делали папе денежные подарки разве которые размер которых зависел от размещенной в банке суммы ведь если эти деньги не называются процентами то бог ничего не заметит верно окей да ладно нифига там выражение такие нормуль так окей давайте поговорим с чувачком давай деньги вперед деньги вперед у нас хорошая доставка казанова доставьте два письма охраняемым адресатом вот так вот до поставить два письма так смотри чудо тут от рафаэля 2 любимая как мне жить без тебя целыми днями я только и делаю что мечтаю о тебе мне тяжело даже думать о том что твой отец заточил тебя в этой холодной темнице ты прекрасный бутон и я жажду покрыть посулами твои нежные лепестки какой он романтик наконец-то настала пятница и значит он выйдет в море о счастливый день о сладостная ночь когда на небе засверкают звезды приди в мои объятия на закате я буду ждать тебя в нашем месте твой навеки рафаэль окей так смотри 2 2 2 2 письмо от рафаэля а погоди то же самое то же самое на время на время у нас тут письма доставлять на ну ладно побежали давай в первую точку в первую точку ускорились так смотри куда-то сюда у нас сюда наверное может ведет тебя зачем этот капюшон зачем этот капюшон у меня нет капюшона чувак санте никогни то твою мать не надо меня бить я хороший малый зачем меня бить так он туда можно спрятаться быстро-быстро-быстро-быстро-быстро ушел конечно ушел по-другому не могло и быть так начание и походу они я скрылся походу я скрылся так смотри там стоит бабенцы бабенцы стоит во флоренции так окей в чуваки метам не увидит отсюда оттуда так одно письмо есть одно письмо девчушки готова так погоди хочу этот рафаэль двум девчушкам отправил письма что ли чет не могу понять ах он проказник на двух фронтах играет чувак ладно о-о-о-о-о-о ты слышишь чё это было чё это за заслон прокличал где здесь перепрыгнуть а чё ты не зацепился то конечно с погорелого театра то отвалить от стены выпил если пья выпил я не такой вытворил окей упал упал папа смотри стоят там чуваки так болит время время и надо смысле наверх что ли а а поход наверх смотри он стоит чувак да ладно чувачку а я думал тебе чувак извините письмо окей иньёре давай иди сюда все отвалил не мешай мне у меня 30 секунд осталось а где там а пенсия отлично да смотрите чувак реально на двух фронтах играет двое чечки поковыряем но со . неплохо со . это хорошо окей погнали так смотрю на здесь . обзора недалеко давай-ка ее наверно сейчас откроем так где на фона . обзора из-за того что я астасин мне нужно лазить и прыгать из этого и да ты твою мать ради забав лазают по крышам короче этот чувак такой просто да блин как мне наверх залезть и тут чувак такой просто это какая необычайная дерзость по стенкам прыгает ладно вот далеко мы убежали короче от это от точки 1 так сейчас бы понять как спрыгивать еще то что я толком так и не понял как это делать окей синхронизация давай откроем небольшую часть карты карта обновлена карта обновлена так что у нас тут есть на этой карте на этой карте у нас пока ничего не появилось у нас тут кузнец короче бла-бла-бла и всякая такая чертовщина так окей начало фрагмента ну давай по порядочку начало фрагмента давай сюда отправимся так а спрыгнуть то есть кто не силы такой прыжок веры короче жопам вперед окей я еще не опытный ассасин поэтому поэтому все вот так так высокие цены у меня пока не собираюсь ничего тебя покупать чувак поэтому самая модная одежда тольче габбана какой-нибудь да так отсыпись от стены блин я вообще просто правление наверное поэтому вот поэтому я и забросил играть короче в ассасин потому что мне как-то вот управление не очень так с погоди там была короче какая-то у нас ящичек а где он слышит слышите да я его слышу а где он ниже что ли нет ниже нет так а где ящик то где он там шелестел ладно найдем еще еще найдем не будем запариваться окей так куда нам бежать почти почти прибыли почти прибыли а погоди я думал мы нам домой надо а там смотрите он чувачок это зовет короче петруччо аудитория открыть базу данных погоди это кто это младший брат что ли какой-то школьник дворянин год рождения 1463 петруччо младший из детей аудиторы вскоре после его рождения джованни аудиторий в письме адресованном лоренцо медичи сообщил что его сын слабого телосложения очевидно со временем его состояние не улучшилось в 12 лет петруччо я пришлось покинуть школы из-за болезни записи семейного доктора свидетельствует о том что он был прикован к постели других сведений о нем нет и можно предположить что в конце концов болезнь погубила его интересно что это за болезнь паралич какой-то что ли давай что ты здесь делаешь петручо тебе давно пора спать спать зачем секрет если я их достану ты пойдешь спать да обещаю тайна петруча принесите петруча орлиные перья пока его не наказали за то что он вылез из постели спать на улице день а ему спать пора ну наверное может из-за болезни поэтому и типа как этот постельный режим наверно да смотри опять на время опять на время ну давай что-то у нас тут торговцы картинами похоже здесь ты сможешь купить картины для вилла аудиторы а возможно у них найдется еще что-нибудь особенное лавки художников эпохи возрождения были маленькие и обычно в них продавались картины религиозного содержания для украшения церквей или домов в то время художники не пользовались такими уважением как в наши дни а считались такими же ремесленниками как плотники и кузнецы над созданием одной картины обычно работало несколько человек хозяином магазина был художник мастер он получал заказы следили за ходом работы прибыль художники получали в основном от продажи картин на религиозные темы да если бы эти художники дожили до наших дней они бы были наверное самыми богатыми людьми наверное в мире потому что сейчас считается это так окей одно пирог какое-то собрали давайте дальше 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 он смотри там блестит я вижу почему почему не прыгать почему как-то кривовато он блин я нажимаю на пробил прыгнуть он не прыгает так отлично еще на перо готова вон еще одно но принципе принципе это было несложно получено перо отнесите перья петруча чем отнесем короче мара телику перышки может он подушку шьет может он подумал реально подушку шьет либо хочет научиться летать знаете создает как этот да винчи же да по моему помните создал летательный аппарат леченым крылья создал да и вот этот чувак короче он фанат да винчи и хочет тоже создать себе крылья короче улететь нахер из флоренции так погоди но ошибки зачем стучится к себе домой как и обещал ты так и не сказал зачем они тебе я скажу потом чем сила брат до перьях сил обрат перьях окей так это выполнили выполнили и обратно получить поручение выполнили так в принципе смотреть точки пока мы не будем трогать да давайте пойдем дальше по фрагмент по фрагментам так это с эти начало фрагмента если почему почему не ставится не понял а вот на другую кнопку надо окей теперь вы можете собирать орлины перья спрятаны по всему миру прикинь и раненом так марии аудиторы это мать наверное год рождения 1432 писательница дворянка мне надоели крепостные стены мне надоело спокойствие я принимаю решение я отправляюсь мир и увижу что может предложить мне жизнь как написала 16-летняя мария за неделю до того как познакомилась джованни аудитория мария родилась в семье влиятельных банкиров моци и и дневник состоящий из нескольких книг является одним из самых известных исторических источников сейчас он выставлен музее офици и во флоренции интересно это настоящая информация да будет загуглить на средства родителей мария открыла пекарня в дворе семейного дворца и превратила ее в свою своего рода артистический салон именно там она встретила человека который говорил так убедительно что я не могла сдвинуться с места и только на него и смотрела этим человеком был джованни аудиторы марии джованни поженились в 1450 году мария вела дневник еще в течение нескольких десятилетий описывая свою поддержку начинающих художников и свои материнские заботы потом она внезапно прекратила вести дневник к неудовольству историков всего мира внезапно интересно с чем это связано а может может она просто забеременела наверное что там что-то там еще бывает банджорно это здравствуй мама как ты стабили а ты отошел после вчерашнего понятия не имею о чем-то ну конечно все равно мне нужно кое-что сделать пойдем со мной к вам печали пройдем это недалеко знаете эти мимика здесь у героев до обратите внимание как знаете как в тиснеевских мультфильмов у персонажей да вот чуть-чуть это похоже да такое так друг семьи помогите марии давай мне сказали что ты подрался с верье было дело было не притворяйся он оскорблял нас я не мог этого так оставить ему приходится нелегко из-за обвинений выдвинутых против его отца франческо паций негодяй но даже я не предполагала что он способен на убийство ох мохах что его ждет полагаю будет отец выступит на суде ему придется ведь доказательства у него жаль что так получилось тебе нечего бояться все хотят справедливости наверно вот это письмо доказательством от план относили до на скоро все закончится наверно об этом говорилось письме короче который мы относили так мамуль куда меня ведешь мастерская леонардо во флоренции о леонардо да винчи и мое вот и и вот я про этот летатель на парад говорил вот недавно так леонардо да винчи открыл свою собственную мастерскую после окончания обучения у вера киа однако из самых успешных одного из самых успешных художников в флоренции того времени с период с 1476 по 1481 года леонардо возможно продолжал сотрудничать с вера киа хотя никто точно не знает над чем он работал в 1481 году он получил первый заказ монахи сан доната а скоп это поручили ему нарисовать картину поколения бог вов свойственном для себя стиле да винчи начал работу над картиной но так ее и не закончил мы пришли сейчас мы увидим как выглядел да винчи оба госпожа мария это мой сын это 0 то он рад у луна раме а я схожу за картинами и сейчас же вернусь он очень талантлив и маджи на самовыражение это очень важно для понимания жизни найди себе занятие мне есть чем заняться что-нибудь помимо блуда мама значит к вам домой сессии это помоги и леонардо помоги леонардо леонардо ничего не взял смотри а мы не оставили коробку то я че там читай когда посыльный что ли последнее время леонардо да винчи год рождения 1452 год художник изобретатель архитектор ученый инженер но он сколько у него профессии было короче он не только художником был леонардо да винчи внебрачный сын нотариуса и крестьянки вырос в тоскане как и многих выходцы из дизо впоследствии оставшие знаменитыми фамилии у него не было винчи это название его родного города когда мальчику исполнилось 14 лет его отдали ученики флорентийскому художнику вера кио вера кио обучил его химии черчению рисованию ваянию и моделированию в 20 лет леонардо открыл свою мастерскую затем отправился странствовать по италии в 1498 году он написал один из своих шедевров картину тайная встреча а в 1503 по 1507 года мону лизу все эти знаменитые картины вы наверное знаете да говорить ничего не про них не буду во время странствия леонардо изучал окружающий мир и записывал свои наблюдения в дневнике все записи в дневниках леонардо сделаны в зеркальном отображении вот тогда кроме всего прочего он создал модель вертолета танка солнечной батареи и калькулятора прикиньте солнечной батареи я даже что-то не знал что солнечной батареи даже сделал модели он также был военным инженером и проектировал гарнизоны передвижные баррикады и пушки несмотря на нарушительный список достижений покровители упрекли его за хроническую медлительность работа над картинами затягивалась на долгие годы а многие полотна так и не были завершены конечно долгие годы шедевры должны как говорится главное не количество качества до добра требует времени поэтому леонардо была бурная личная жизнь в 1476 году его обвинили в садами и скорее всего он был гомосексуалистом да ладно а ну хотя да я что такое слышал по моему салаи и его ассистента обвиняли в воровстве и в том что он тратит много денег на одежду вероятно салаи был любовником леонардо леонардо написал несколько бартретов салаи в том числе знаменитую картину святого иоанн креститель кроме того да винчи оставил салаи картину монализа вот так как содержательно слышь содержательным и гуляй так ну окей а коробки взять надо коробки зачем ты занимаешься тащу тащу коробку значит станешь банкиром а ты художник верно так посмотрел это прекрасно но мне кажется что моим работам не хватает не знаю целей понимаешь я бы хотел заняться чем-нибудь полезным архитектурой или анатомии просто запечатляет красоту мира это недостаточно я хочу изменить его леонардо я уверена что тебя ждет великое будущее беринграция мадонна благодарю вас ночью показывать дорогу пошли куда-то внести меня руки-то не железные ну давайте балабольте там чего-нибудь рассказывайте чего в тишине идти а интересно эти гаун не там что-то рукой там помахал так давай интересно враги то если буду мимо них проходить стражники будут нападать придется коробкой отбиваться из лича картинами как звездочками так куда пришли а ну ладно картины домой что ли положить предмет окей спасибо за помощь сынок можешь заняться другими делами было приятно познакомиться этим надеюсь мы еще встретимся анки но чувак мне тоже не к не каждый день поболтаешь со знаменитостью эскизю окей так ну чё у нас осталось сестра до клауди аудиторы год рождения 1461 школьница дворянка клаудия третий ребенок и первая дочь жаванне и марии аудиторы похоже родители через чур и сбаловали ее им пришлось увеличить ее приданное на 1000 флоринов так как своим поведением она распугала всех женихов в одной из записок присланы ее родительные межшколы сообщается что клауди напала на одну из своих подруг за то что то посмотрела на ее парня и нокаутировала ее нормально правда она сестра это так что тебе думаю ничего не грозит окей а понял я понял так что друзья наверно видос мне подходит концу вот и и мы будем помогать уже следующей серии наверно я так думаю вот и кому понравилось ставил лайки подписываемся на канал группа вконтакте обязательно комментируем комментарии обязательно обязательно нужны я очень буду этому рад вот но если видео очень понравилось можете делиться с друзьями звать на канал друзей чем нас больше тем лучше всем говорили